Я сделал самое важное из своих открытий. Главное открытие моей жизни. Логические основания можно выявить только в таинственных уравнениях любви. Лишь благодаря тебе я стою здесь. Без тебя я бы ничего не достиг. Благодаря тебе я есть. Спасибо. Когда я впервые тебя увидел, со мной что-то произошло, я никогда не говорил об этом. Но мне захотелось обнять тебя крепко-крепко. Но если было бы можно, клянусь, я бы тебя любил всю жизнь. Знаете, истинная любовь не только может ждать, но и ждет. Если не хочет ждать, это не истинная любовь. Это похоть. А похоть от любви отличается точно так же, как восток от запада. Похоть основана на страсти. Она требует сейчас. Я хочу сейчас. Дай мне сейчас. Это как спичка, которая мгновенно вспыхивает, а потом ничего не остается, кроме чуть-чуть маленькой следа золы. Вот это похоть. Вот это страсть. Любовь ждет. Она постепенно разгорается. И с годами становится все больше и больше. Я люблю. Сомневаюсь. Ты берешь то, что нравится. А это не любовь. А что же? В лучшем случае причения симпатия может даже страсть. Любовь не будет делать другое. Например? Полное доверие, жертвенность, ответственность за свои поступки, умение прощать и признавать ошибки. И в итоге жить во благо любви. Она не выходит замуж, потому что никогда не была влюблена. Я как-то написал этот слоган для рекламы колгот. Но для многих любовь – это не слоган. Вы имеете в виду настоящую любовь. Молнию, пронзившую ваше сердце, когда вы не можете ни есть, ни работать. Вам не терпится пожениться и начать делать детей. У вас этого не было по простой причине. Такой любви не существует. То, что принято называть любовью, было придумано такими циниками, как я, чтобы продать колготы. Неужели? Я в этом абсолютно уверен. Ты любишь меня? Дело не в этом. Нет, дело как раз в этом. Нет, не в этом. Как раз в этом? Нет, не в этом. Ты не ответила. Да, люблю. А когда любишь человека, то не выбрасываешь его. Любовь – чувство, с которым надо быть осторожным, иначе рискуешь потерять навсегда. Почему ты меня не любишь, Дженни? Может быть, я не самый умный, но я знаю, что такое любовь. Классно выглядишь, кстати. Ты как вообще? Что тебе надо, Эдди? Просто я скучаю по тебе. Очень. Мы же собирались пожениться, помнишь? Не так давно, а теперь ты… Не могу поверить, что мы не… Может, можно всё как-то вернуть? Нет, нельзя. В городе каждая мелочь напоминает мнение. Улица, по которой мы гуляли, соседний парк, кофейня, в которой увидел её впервые в жизни. Запахи и тело, вот даже запах майского воздуха, потому что в конце мая вдруг повсюду зацветают её любимые олипы. Сразу все мысли о ней. Спросить бы у неё самой, как мне дать её уйти.